Популярные среди егерей немецкие охотничьи клинки Хершфангер. Их использовали для добивания дичи. Первые капсульные виды охотничьих ружей, которые применяли до середины 19 века. На выставке охота красных командиров представлено около 30 экспонатов. У каждого своя история. До середины 19 века у нас преимущественно было охотничье оружие с кремлевым замком. Потом технологии шагнули вперед и уже начали внедрять капсульный замок как в армии, так и в охотничьем оружии. Что значит капсульный замок? То есть ударный механизм, который пробивает капсюль, который вспомняет боезаряд. И уже пуля, дробь летит в цель и поражает добычу. Охота до революции была престижным и дорогостоящим занятием. В основном так свой досуг проводили люди высоких сословий. А вот после она приобрела широкую популярность у всего населения. Сотрудники музея рассказали самарцам об увлечении охоты красных командиров. Например, заядлым любителем был Михаил Фрунзе. Он внес большой вклад в ее развитие. Создал в рабочей крестьянской армии специальные секции охоты. Помимо экспонатов в музее представлены и охотничьи байки Михаила Фрунзе и его товарищей. Больше всего они любили выслеживать куропаток. Это не просто были командующие фронтами, армии, участники гражданской войны. Это были в первую очередь и люди, которым ничего не было чуждо, мирское, простое. То есть та же охота, это вроде как и военная, и в то же время гражданская. Это очень увлекательно, интересно. И в то же время это сохраняет определенный дух армии и вообще вот именно народного промысла России. Выставка охота красных командиров впервые представлена в музее Фрунзе. Увидеть экспозицию можно до середины апреля. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.